приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы пока еще кто-то продолжает бороться с вершиной книлью томатов перца обрабатывают кальцием кальциевая селитра и лечит еще что-то такое заменитель какой-то тем временем в июле месяце подступно тихо трудились некоторые насекомые и эти насекомые чаще всего это цикадки но появились сейчас и клопы черепашки совка а очень большой вред именно они стали таким хорошим в кавычках слова берем хорошим стартом для различных заболеваний и это самое страшное заболевание столбург томатов столбур томатов это проблема для посленовых растений для томатов для перца для баклажанов для картофеля но так как картофель уже ранее сорта ушли ну и томаты тоже у кого ранее они тоже уже завершили отдавать свои плоды но перец еще во многих огородах растет и продолжает развиваться но вдруг что-то происходит с нашими растениями вот так как у меня вот сейчас вот эти томаты которые посажены в открытом грунте я специально посадила чтобы увидеть как в этом году в котором когда в каком числе я увижу уже проявление этого заболевания так как везде и всюду растут у нас различные сорные травы лекарственные травы вот и именно с этими с этих трав попадают к нам на наше растение возбудители вот этого этой болезни столбург томатов вызывается фито плазма подобными организмами и вот патоген сохраняется в цикадке чаще всего которые зимуют в стадии личинки на корнях сорных и культурных растений большое количество кстати талии в мае и июне тоже стало этим фактором для развития и разноса вот этого вот этого заболевания этого этих организмов фито плазма подобных организмов которые вот поражают наше растение если раньше наши растения заболевали в июне и где-то 20 июля мы уже видели результат 1 начинались появляются такие в открытом грунте томаты то этот июнь 2021 года был такой вот прохладный и некомфортный для различных вредителей они больше засиживались где-то в одном месте и не перемещались особо и вот только в конце июня начал для свое путешествие вот эти все насекомые вредители и в начале июля у них уже началась вот эта движуха а инкубационный период у вот этого заболевания которое называется столбург 30 дней вот и получилось что с первой недели июля когда уже у нас установилась засушливая и жаркая погода началась миграция цикадок они чаще всего это делают и перенос фито плазма подобных организмов и сорных больных растений на здоровые кстати вот я хочу назвать еще травы которые болеют столбуром и от них чаще всего переносятся вот эти патогенные микроорганизмы в первую очередь это венок паутица березка называют цикорий молочай крапива которую мы очень любим подорожник и другие растения они не виноваты что цикадка любит эти растения пьет соки и естественно переносит затем разные вот эти и и эти и другие заболевания на здоровые растения вот что же происходит с растениями томаты в данном случае мы рассматриваем томат кстати и понаблюдайте за сладким перцем при поражении вот столбуром что такое происходит почему вот такие они становятся микоплазмоз вызывает нарушение процесса роста именно на клеточном уровне то есть в клеточку внедряется и здесь нарушает вот этот процесс обычный нормальный когда все работает как часики и мы получаем в результате сбой сбой естественно приводит к тому что в первую очередь вот что мы имеем мелкая листность что это такое вот посмотрите листики здорового растения и вот листики пораженные именно вот этим этими организмами листики становятся такие вот мелкие маленькие окраска которые есть на нормальных листьях зеленый у нас на этих растениях меняется на розоватые с фиолетовым оттенком где-то даже желтоватая вот посмотрите хлороз к своеобразный хлороз края листиков загибается скручивается и кстати многие путают это заболевание именно с хлорозом это не хлороз и это столбур томатов второе очень важное такое вот наблюдение смотрите кроме мелкой листности махровость цветков наблюдается давайте сравним цветочки здорового томата и больного столбуром посмотрите здоровый красивый цветочек желтый развивается нормально плодик нарастает а лепестки здесь данном случае уже пораженные столбуром приобретают сиреневатый такой цвет ненормальный цвет лепестки имеют странную форму и цветок вот больше похож на колокольчик и они вот как остановились в этом состоянии так и вот будут до конца пока их не срежешь и не сожжешь или еще что-то с ними не сделаешь для того чтобы остановить разнос именно с этого томата на другие растения в огороде вот этих мекоплазмических организмов из-за того что вот столбур нарушает процесс опыления внутри цветка пестики и тычинки остаются недоразвитыми такими мелкими мелкими здесь пыльца не образуются а если и образуется то чуть-чуть там и плоды становятся в принципе цветы и плоды стерильные мелкоплодность это еще один признак столбура вот посмотрите плоды которые завязались раньше они становятся такими жесткими белыми твердыми вот эта форма в которой они находились в момент вот этого заражения она таки остается если вот разрезать уже спелый томат что мы и сделали то хорошо просматривается белая сосудистая ткань такие нити белые естественно таком томате образуются семена но их мало и вот я заметила такую особенность именно на таких растениях когда разрезаешь томат у них вдруг начинают прорастать внутри семена почему так происходит а вот присмотритесь если такая ситуация у вас есть то естественно это уже начало работы вот этих организмов микоплазмических организмов которые работают внутри клеточки уже самого растения и стебли становятся такими как будто бы дерево вот звон такой у них и как хлороз вот многие путают вот это заболевание с хлорозом растение становится светлым если разрезать внутри то там конечно видно уже вот это древеснение внутри растения внутри стебля и это растение конечно же уже в такой форме лечению не подлежит что делать пока еще нету вот этой проблемы у тех кто выращивает томаты можно еще профилактику провести если еще такого нет но если уже вот хлороз вместо вы перепутали посмотрели это не хлороз это столбур у вас то уже здесь ничего не сделаешь если же еще нет для профилактики можно использовать есть такие два препарата фито плазмин и фито лавин их действующее вещество природный антибиотик выделенный из грунта эти препараты обладают контактными и системным действием и вот это системное действие внутри попадая растение в клеточку вот там внутри вот разбираются с этими организмами и растение естественно не заражается этим заболеванием просто-напросто внутри подавляется развитие мекоплазмы на именно на внутриклеточном пространстве растения и приостанавливается естественно лечится растение но это только профилактика заранее можно делать если больное растение уже там сбой полностью программа сбита на всех клеточках на всех уровнях и естественно уже нету вот этого движения соков питательных веществ это все приостанавливается здесь работает вот эти фито плазма подобные организмы которые вот начинают разрушать клеточки растения и уже обратного пути нету что же делать как быть в таком случае но я всегда говорю и говорила и буду говорить что нужно выбирать ранее сорта ранее сорта чтобы быстрее успеть собрать урожай уже в начале августа если у нас раньше смотрите было что мы заболевание начиналось где-то в двадцатых числах июля то в этом году уже первых числах августа смещение идет если в теплице ранее сорта томата выращивать теплица это еще один способ закрытого пространства от вредителей здесь и профилактические обработки против вредителей проводятся чаще и здесь можно сохранить растения томатов поэтому и перца и баклажанов потому что они поражают многие растения посленовые растения полностью поражают вот эти цикадки прыгающие везде и всюду три совки сейчас пошли разные разные клопы черепашки разноцветные все стараются попасть на растения естественно цветочки и листики все подряд у них идет для питания поэтому ранее сорта теплицы закрытое пространство или же просто-напросто укрывать агро волокном как многие сейчас это делают хотя очень жарко и сложно выращивать под агро волокном но нужно просто-напросто уже каким-то образом закрывать еще что-то новое искать только при закрытом пространстве в ранние периоды можно вырастить томаты и обязательно проводить профилактические обработки против вредителей это биопрепараты это настой чеснока кстати я проверяла последнее время настой чеснока вот для этих вредителей в эту жаркую погоду не работает к сожалению даже запах и температуры высокие вот быстро уничтожают и наших биопомощников и живых помощников и химические препараты поэтому у нас один выход нужно закрытый грунт делать теплицы ранее сорта то что я вам говорила и томатов и перца и других растений для того чтобы пораньше получить плоды ягоды и другие растения которые нам нужны для того чтобы мы питались витаминами ну что ж мы сегодня а мы это раиса горяченко александр волик подготовили это видео показали вам свое растение томатов я уже сколько раз говорю себе что не буду высаживать в открытом грунте но вот александр филович настоял говорит давай посмотрим как в этом году в какой период столбур доберется до наших томатов в открытом грунте в теплице мы постоянно обрабатываем кстати здесь обрабатывать но здесь больше подверженности вот этих больше вредителей которые буквально носятся сейчас гудят пищат и везде их очень много эти клапы черепашки жучки паучки комарики все это переносит здорового на здоровое растение с больного и вот такая у нас ситуация получается что мы в этом году получили вот это заболевание намного позже чем было раньше и это заболевание уже наблюдается вот первых числах августа мы где-то имеем 8 дней запаса по сравнению с другими годами но это связано и всего самого доброго до новых встреч на нашем канале